вот за нами сейчас едут менты и я думал рассказать о нелегальных мотоциклах что такое вообще нелегальные мотоциклы вообще нелегальные мотоциклы делятся на две категории это не раз таможенные которые завезены но не таможенные и тупо без документов в чем их отличие это в том что мотоцикл без документов это 99 процентов что краденый мотоцикл мотоцикл не растаможенный это есть небольшая вероятность того что мотоцикл не тратена и но это не сто процентов стол и потому что в принципе не растаможенные мотоциклы с зарубежными документами очень даже могут быть крадеными и И это все можно пробить только если пробиваешь по базе и все это видишь. А так, если те дают зарубежные документы, то вполне возможный очень великий шанс того, что этот мотоцикл тратен их хотя бы даже с зарубежными документами. В чем плюсы нелегальных мотоциклов или почему их покупают? Почему вообще покупают нелегальные мотоциклы? Это, конечно же, цена. Потому что цена, если, допустим, взять Yamaha R6 2012 год, в Украине с документами она будет стоить около, наверное, 11-12 тысяч долларов. Без документов ее можно купить за 5-6 тысяч долларов. Плюс-минус состояние это все учитывается. Чунинг, шмунинг, что в ней поставлено. В итоге, что мы имеем? Естественно, вы экономите 50% на цене мотоцикла, но какие страхи или какие минуса вы получаете? Это, во-первых, конечно же, ответьте на себе на вопрос, как вы докажете, что этот мотоцикл ваш. В принципе, это невозможно. То есть, любой человек подходит к вам на улице, ударил в толгу, вас сел, забрал ключи и поехал. И вы никак не сможете доказать, что этот мотоцикл был ваш. Хоть что делайте, но вы никак не докажете, что этот мотоцикл был ваш. Точно так же, если вас остановят или на вас наедут гаишники, менты, там, шопер-попер и так далее, куча всяких говноедов. Так вот, они подъедут и на вас будут давить, и показывают документы туда-сюда. Конечно, по украинским законам остановка без причины или вот так просто подойти и спросить документы никто не имеет права. То есть, сотрудники правоохранительных органов не имеют права тупо подойти и сказать, показывай нам документы. Если вы, конечно, грамотно, юридически подкованы, то сможете от них отвертеться как-нибудь. Что-то сделаете, как-то придумаете, но раз на раз не приходится, я вам точно говорю. Дальше, если вы попадаете в аварию, то автоматически вы становитесь виновником ДТП. Почему? Потому что вы не имели права управлять данным транспортным средством. Почему вы не имели права? Потому что вы, как только сели и поехали на нелегальном мотоцикле, вы сразу же становитесь нарушителем, потому что этот мотоцикл не стоит на учете. Он непонятно откуда, непонятно чей, потому что вы попадете, убьете кого-то этим мотоциклом, смоетесь и никто вас не найдет. Поэтому вы в любом ДТП будете виноваты. Даже если вы будете стоять на светофоре, и у вас сзади врубится какая-то там суббара на скорости 200 км в час, смесет вам чертям собачьим, прибьет вас, вы еле выживете, и в итоге к вам придут менты в больничку и скажут, вы виноваты, выплачивайте, пожалуйста, компенсацию водителю суббару. Да, он-то нарушил, но он не будет причиной ДТП, потому что вы нарушитель, потому что вы не должны вообще быть на дорогах общего пользования. Он заплатит себе штраф за то, что превысил, за то, что не остановился, и все, и поедет дальше. А отдуваться будете вы. Я никому советовать или не советовать, или убеждать, переубеждать не буду. Никого покупать, не покупать. Каждый человек делает то, что он пожелает, то, что он считает правильным. И это глупо будет, если я буду говорить, покупайте, потому что они дешевые. Не покупайте, потому что они опасные. Нет, каждый человек решает, что делать самому, и как ему ездить на легальном или нелегальном мотоцикле. На легальном мотоцикле вы когда будете выезжать, вы каждый раз будете переживать, вы каждый раз будете бояться. Это стопроцентный факт. Вы будете бояться ставить его где-то, вы будете бояться банально подъезжать в магазин, вы будете бояться банально просто стоять на светофоре и трусить, не будет ли кто-то вас сейчас не стукнет, или никто-то не подрежет. Вы его вообще будете бляться, везде оставлять самого, потому что, ну, реально нету собственника. В этого мотоцикла не будет собственника. То есть точно так же, как велосипед. Его у вас угонят, все. Попрощайтесь или идите покупайте новый. Если у вас угонят мотоцикл без документов, то вы никак не докажете. Даже если вы нашли этот мотоцикл непонятно где, непонятно в каких там селах. Если вы нашли этот мотоцикл, приходите к чуваку и говорите, ты у меня спиздил мотоцикл, а он, а ты докажешь, что это твой мотоцикл. И как ты докажешь? Только если у тебя есть пару друзей крепких и с лопатами и битами на него наезжать, только так можно будет отобрать твой мотоцикл. В другом случае ты никак не отберешь мотоцикл и вообще не докажешь, что он твой. Поэтому, друзья, думайте, что делать. В принципе, все зависит от вас. Решайте. Если вам понравилось видео или оно было полезно, поставьте палец вверх. Всем спасибо, удачи, друзья. Всего самого хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...